Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире авторская программа «Быть врачом. Привилегии. Помогать и спасать». И я, ее ведущая, Анастасия Данилочкина. Сегодня гость нашей студии, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии полости рта Эрнест Арамович Базикян. Здравствуйте! Доброго дня! У вас очень много государственных наград. Вы заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения. Такие высокие уже позиции, которые вы набрали, мы должны сейчас перевернуть все на 180 градусов, вернуться в ваше детство и все, с чего все начиналось. У вас очень, если посмотреть на ваши детские фотографии, в вашем взгляде много такого трепета, жизнелюбия, сочувствия, особенно когда вы прижимаете собачку к груди или везете машинку. Чувствуется, что здесь прозревает, проклевывается врач, врачевание. Вот с чего все началось? Как вы стали врачом? Анастасия, спасибо огромное за такое лестное представление. Как обычно говорят, наград много не бывает, поэтому будем считать, что это реверанс или аванс на будущее. Поэтому я достаточно скромный человек, поэтому самое главное в моем понимании, если мы говорим о профессии врача, это чувство врожденного альтруизма. Для меня врач – это синоним самоотречения, самопожертвования. И если иногда спрашивают, рождаются люди врачами или становятся, у меня есть ответ. По моему глубокому убеждению, врачами становятся, они рождаются. И окружение, атмосфера, конечно же, влияет на становление. Поэтому чаще всего дети в детстве играют. Какие такие профессии, которые на слуху, или они часто транслируют по телевидению. Поэтому, конечно же, когда вы спросили о детстве, я в детстве, как и многие мальчишки, мечтал быть космонавтом. Я очень четко помню, и в себя в 4-5 года я практически всех космонавтов СССР знал по имени, фамилии, отчеству. Более того, у меня был такой забавный случай, когда меня привели на собеседование в школу. И это был тот год, 69-й, когда в нашей стране ввели впервые нулевой класс. А мы уже были все настроены на первый класс, потому что я уже умел читать и считать в каких-то пределах, уже не помню, до 10, может быть, это точно. И родители попросили аудиенцию у директора и у зауча на предмет возможного перевода, минуя нулевой, первой. Так оно и случилось. Но в числе прочих вопросов на этом собеседовании была класса руководительниц нулевого класса, классный руководитель первого класса, куда планировали, ну, соответственно, директор и зауч. И задавали вопросы касательно математики, ну, все банально просто, там, птички на веточках, там, улетели, прилетели. Ну, а дальше, не помню уже точно, про сколько, очень много лет, либо зауч, либо директор спросил меня, а знаю ли я, кто забрался на Луну? Ну, и тут вот характер все-таки сыграл свое. Я впервые поправил руководитель, сказал, не залез и не забрался, а полетел и начал лекцию о первом космонавте. Сэр Юрий Алексеевич Гагарин был мой кумир, и тут меня понесло, я даже потом продолжил и про Германа Титова стал рассказывать. Да, то есть все вот эти вот ваши юношеские, вернее, детские, да, переживания вы сразу все изложили? Я думаю, что это, наверное, было определяющим. Меня вот после такого собеседования, вот я так неделю посещал, вот нулевой класс, потом перевели в первый. Ну, а врачевание, а миссия врача, быть врачом, это еще совершенно не было в вашей голове? В голове тогда не было, но появилось чуть позже. Точка отчета, когда можно? Я не могу сказать. Дело в том, что у нас в роду ни у кого не было врачей. То есть династия врачей? Династия врачей начала меня, на мне, видимо, она и закончится. Но в окружении вот моих родителей, моих близких родственников были замечательные люди, выдающиеся врачи и даже крупные ученые, с которыми мне довелось и общаться. Самый, наверное, знаменитый и выдающийся – это Владимир Иванович Бураковский, герой социалистического труда, академик, именем его вы, наверное, знаете. А как это попало в ваше окружение? А он учился, он жил вообще на одной улице с соседями, с моей мамой, с тетей. То есть судьба должна была как-то все-таки направлять уже тогда? Ну, наверное, да. Более того, они учились в одной школе, поэтому так вот волей судеб, глядя вот на таких выдающихся людей, где-то к 10 годам я уже определился, что я собираюсь стать врачом. Более того, я даже для себя выбрал профессию кардиохирургии, потому что Владимир Иванович был кардиохирургом, и, соответственно, вот кардиохирургия, она меня привлекала. Потом так романтично, понимаете, лечить сердце. Представляете? То есть орган, который любит, да? Который любит. И спускает тепло, страсть. Он для меня тогда был, конечно, определяющим, потому что вот огромный насос, вот такой труженик в организме, без устали. То есть с него начинается жизнь, с первым сокращением сердечной мышцы, и с сокращением последним заканчивается. И заканчивается. И заканчивается, да. Это начало и конец жизни. Я вам более того расскажу, очень хорошо помню, это был девятый класс. Мне кто-то из, опять же, близкого окружения, из врачей подарили книгу. Она была переводная какого-то американского учёного, где были описаны уже операции, как мы это сейчас понимаем, протоколы операции. Тогда таких слов никто не применял в обиходе. И вот она почти стала моей настольной. Я вот читал, изучал, но мне казалось, что я очень много знаю по этому поводу. Вот помню, что даже в стихах мог рассказать комьюсоректомию метрального клапана по Льюису. То есть это так вдохновляло вас? Ну, меня вдохновляло, да, я думаю. Но вы не стали кардиохирургом, не стали специалистом в этой области? Главное, я хотел быть врачом. Более того, поскольку это были не просто практикующие врачи, а учёные, я подчёркиваю. Да, учёные. Поэтому я хотел стать именно врачом, учёным. Вот в данном случае это было доминирующим. Вот где-то уже к классу 10-му я знал, что я буду профессором. Власен Глушевич очень мечтал. Вот это кажется смешным, но это именно была цель. Это не смешно, это тупо, это просто необыкновенно. Ну, вот именно так и было. То есть я вот с этим вот таким вот посылом эмоциональным и даже поступая вот в университет, я понимал, что я его оканчиваю только для того, чтобы в дальнейшем заниматься как бы врачеванием как наукой. То есть теоретическое, да, нисколько практическое? Ну, там, да, вот таких глубоких вопросов, как это вот выглядит, нет. Конечно, просто теоретикам это тогда точно не медик. Это вы забегаете вперёд, это был следующий этап. Желание стать учёным, вот какая-то исследовательская деятельность, она стала доминирующим. И преподавательская. Вот этот вопрос уже очень важен. Трансляция знаний. Озвучить сегодня вам, да. Что мне хотелось быть именно частью университета. Ну, пока я ещё не знал, какого именно, но образовательного учреждения, научно-образовательного, где есть возможность и лечить, и преподавать, и заниматься наукой. Вот это вот как бы такой симбиоз из таких главных трёх китов, вот, они вот стали мне приличать. Но это уже после поступления, конечно же, вначале об этом всём вряд ли кто может задумываться, особенно если ты ещё всё-таки юноша, тебе 16 лет. Ну да, это как-то необыкновенно. Это и ветер в голове, и романтика. Это в хорошем смысле ветер в голове, потому что хочется писать стихи, и влюбляешься, рисуешь. Я уж не знаю, там у каждого свои в этом. Ну, в моём окружении вот мне казалось, что у меня были первые учителя, которые направляли меня. Это два моих родных, ну, помимо папы и мамы, вот эта тётя старшая, мамина сестра, и младшая мамина сестра. Старшая прививала любовь к искусству, к науке. Она вот очень со мной беседовала как со взрослым. Мы с ней посещали разные музеи, изучали, что было возможно в то время, по книгам. А младшая она позволяла реализовывать на практике какие-то поездки или там возможности. То есть кругозор всегда был очень широк. Да, да. И вот из этой любви к врачеванию, дару, который вы в себе начали уже чувствовать, да, то есть если это внутри нет к этому притяжения, тяги, да, но это как-то иссякнет, испарится. А у вас это не исчезло. И как же вот это всё сужается для врачевания, для зубоврачевания, да, как это раньше произносилось как бы на более таком старом языке. Профессия зубоврачевания, профессия зубного врача, зубного лекаря. Вот как туда у вас в жизни? Ну, к счастью, меня к зубному лекарю никак не привело, потому что зубные лекаря, они у нас остались в позапрошлом веке. А нынешнее время, я ещё пока молод, скоро будет 60, вот если бы там 260, тогда бы можно было к зубоврачеванию. А я не случайно начала с такого древнего слова, потому что мы говорим о врачевании, как бы возвышенно, да, и зубоврачевание, это тоже из того же как бы вот лейтмотива. Да, безусловно. Поэтому говорить сразу о стоматологии, но это слишком уже узкоспециализировано звучит. Но применительно, если ко мне, то, конечно же, при всех вот этих вступлениях, о которых мы сегодня говорили, и логичный вопрос, как же вот с таким вот багажом, с таким размахом вдруг-то. Дело в том, что 80-й год, Олимпиада, я родился в городе Тбилиси. Вот школу окончил там, ну всю свою жизнь, вот, можно сказать, и сознательную, и даже, может быть, вот и бессознательную, поскольку в 15 лет ещё там, как мы с вами решили, что и ветер в голове, я живу здесь. Вот, начал вот, бабушка у меня здесь, одна из бабушек жила здесь, поэтому мы решили, что я приеду сюда, потому что я очень хотел учиться в Москве. Ну, это так было ясно, что это не просто столица, тут и самые лучшие университеты, и прочее, прочее, прочее. Но вот Олимпиада везла свои коррективы, и в тот год медицинские университеты, вот там и первый, и второй, они, правда, по-другому назывались, но это неважно, внесли некие поправки к подаче документов. И люди, которые в тот момент были не прописаны в Москве, они у них документы не принимали. Единственный вуз московский из медицинских, это наш, тогда он назывался Московский стоматологический институт имени Семашко, он принимал эти документы, и там в основном это был только стоматологический факультет. Вот как, стоматология. Да, на лечебный факультет нужно было также вот только с пропиской московской, а у меня была только такая, в советское время была форма 15, которая предполагала проживание, но вот это считалось пока еще не так, собственно. Поэтому с такими мыслями мы подали документ на стоматологический факультет, куда принимали вообще документы. Ну и потом я решил, что мы быстренько потом перейдем на лечебный факультет с тем, чтобы продолжать мечтать о хирургии или кардиохирургии. Ну вот, тем не менее, вы как бы оправдали вот это, да, все-таки кафедра, которой вы сейчас руководите, это хирургия полости рта. То есть стоматология все равно, она как бы никуда не ушла. Она никуда не ушла. С вами так осталась эта часть. Это было мое осознанное решение, но оно опять же имело определенный, ну тогда с моей точки зрения имело определенную логику. Вот когда настал момент принимать решение перейти на другой факультет, снова на лечебный, то предложение было такое, можно было перейти на курс меньше, вот с учетом расхождения по программам. Более того, как и сейчас, так и в то время, в мое, на лечебном факультете обучаются на год больше. Вот 6 лет, а на стоматологическом 5 лет. Ну вот представьте, я для себя вот решил, что как бы 2 года я потеряю, ну потому что на год меньше, еще на год больше учиться, понятно, да, точки какой-то отсчета. Вот, а на стоматологическом можно спокойно продолжать учиться. Вы всегда что-то для себя, какой-то продумывали сценарий. Сценарий продумывал, ну, вы же... Мы же с вами определились, что главным было стать профессором, а значит, для этого нужно было, я отлично понимал, защитить диссертацию. Сначала написать вот кандидатскую диссертацию, потом продолжить исследование. Как мне тогда казалось, что вот нужно торопиться, потому что времени очень мало, поэтому терять 2 года казалось, что это очень много. Хорошо, давайте тогда немножечко к определениям, чтобы вот, ну, какая-то возникала конкретика, да. Вот стоматология. Этимологически состоит из двух слов греческих, да, это рот и наука. То есть это получается, что это раздел медицины, который изучает зубы, ротовую полость, челюсти и все прилегающие части лица и шеи. Вы хорошо подготовились, да. Вы абсолютно правильно, да. Я так представляю, как обыватель для меня. Абсолютно всё правильно. Вы обозначили свою профессию. Два греческих термина элемента обозначают термины, это изучение полиции. И зубы туда как бы входят. Зубы обязательно входят. Зубы, это первый такой вопрос, это орган. Да. Это орган. И как любой орган имеет своё строение уникальное. Конечно. Это состоящее из ткани. Мне бы очень хотелось, чтобы вы просто представили. На самом деле мы к этому относимся достаточно просто. Как данность. Ведь это же очень важный элемент нашего организма. То есть получается, что ротовая полость – это часть, начало вообще пищеварения, пищевой цепи. То есть отсюда начинается жизнь. Как важно. С вами абсолютно согласен. Более того, стоматология в том понимании, о котором вы сейчас сказали, абсолютно дефиниция этого понятия, вы раскрыли совершенно правильно, но я бы начал не только с зубы, но и с улыбки. Говорят, улыбка – это зеркало души. Да. Поэтому и вот именно стоматология в первую очередь, наверное, связана и с улыбкой. Это зависит улыбка. Вы знаете, есть вот много шуток и мемов по поводу, почему не улыбается так, загадкой Джоконды, да, почему она… Ну, кто-то стал шутить, что у нее были плохие зубы, да, поэтому, соответственно, Леонардо выписал вот такое. Ну, это, конечно, шутка, но тем не менее, если она шутка в той части, которая касалась Джоконды, но если мы говорим о наших людях, вы помните, в далекое советское время, ну, вы еще молоды, поэтому оно может быть для вас не такое далекое, но как можно было отличить иностранца от наших вот людей? А улыбаются и нет. Да, они были вот всегда хмурыми, так казалось почему-то. И действительно, иногда вот смотришь хронику тех прошлых лет, документальные фильмы, если просто вот какая-то камера снимает в черно-белом, часто вот можно было увидеть, вот там подъезжают экскурсионные автобусы, выходят иностранцы, они всегда улыбаются, и, главное, зубы все. Это говорит о том, что у них здоровые зубы. Это говорило о том, что там на Западе, вот в то время и технологии позволяли. Ведь это еще и состояние души. На то время, если мы говорим о вот трансформации взглядов, ведь вот поход к врачу, к стоматологу, но все равно тогда стоматологами практически никого не называли, называли к зубняку, да, даже такие были много вот сатирических рассказов. Вот возьмите фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где гениальный Владимир Этуш изображает врача-стоматолога. Да, а Гайдай вот придал еще, да, 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 придал еще, так сказать, вот это вот. Но вы будете удивлены, действительно, ведь поход к стоматологу ассоциировался у людей тогда со страхом, болью. Более того, даже люди, которые ее не испытывали, по рассказам других, то есть это как устно-народная творчество. Более того, даже детки, которые еще никогда не испытывали боли, идя уже к стоматологу, всегда были со слезами. Это вот я рассказываю о периоде, если мы вот отмотаем пленку вот на 50 лет, 60 и так далее, вот про нашу страну, да, говоря. И вот я думаю, что, наверное, вот в этой части я, наверное, счастлив, что все-таки я остался и стал вот врачом-стоматологом, потому что вы не представляете, задача как раз нашего поколения была вот сломить вот эти стереотипы и вот уже начало 90-х годов, середина 90-х годов, когда открылись все занавеси, вот, изоляция нашей страны, возможные встречи, конференции, научные в том числе, технологии появились. И задача врачей тогда, ну, во всяком случае, в нашем университете в том числе, в первую очередь, была разрушить этот стереотип. Ну, а вот к зубному врачу всегда остается... На сегодняшний день, поверьте мне, есть большая разница между пациентом. Я вот могу вам задать вопрос, нарушим вот сегодня традицию, не вызвать... Вот вы были у врача-стоматолога? Да, конечно. И вот скажите, пожалуйста, старайтесь, вот, видите, самое главное, вы подтвердили, вы стараетесь регулярно. С особым волнением. А волнение действительно есть, понятно, но в любом случае оно должно быть. Можно пойти и к терапевту с волнением, а вдруг что-то найдут, какое-то, так сказать, скрытое заболевание, или там, я не знаю, гастроэнтерологу. Почему-то, наверное, это с детства что-то остается, вы правы. И на сегодняшний день это не проводится черта между... Да, пациент интересуется, а будет ли больно, но это совсем другая история. И когда ты разъясняешь пациенту о том, что, да, будет анестезия и будет мне не больно дальше, то вы охотно верите, а не стоите в коридоре и рыдаете. Да, есть, конечно, люди, которые... Анестезии тоже нужно потерпеть, это укол. Да, это тоже нужно, но согласитесь, при этом никто не боится идти, вот, что называется, на прививку или, там, вот, помните, почему я стал у стенки, упираясь в коленки. Да, я понимаю, о чем вы говорите, да. Разрушить вот этот стереотип. Взять ситуацию вот с пандемией, которая в корне вообще изменила наше отношение к прививкам и к вакцинации, да, никто даже не задумывался спросить, а что, разве это больно? Все знают, что это вакцинация. Но это тот же укол, это инъекция, инцизио, неважно, в какой именно точку ее проводят. Поэтому в данном случае, да, даже местное обезболивание, где требуется вкол, хотя и здесь есть тоже нюансы, когда мы говорим, например, о детях, можно смазать точку вот вкола, и она тоже дополнительно как бы вот снижает... Ваша задача как врача как бы убрать эту боль, убрать этот стресс, лишние переживания и просто вылечить человека. Вот, собственно, идет вот это врачевая дара. Но сначала пациент должен поверить врачу, что, а, это будет не больно, а, это будет достаточно профессионально. И впоследствии, как награда, это не просто здоровье, но это еще и красивая улыбка. То есть, когда зубы здоровые, неважно, в данном случае, они могут быть и от природы здоровыми, красивыми, но иногда может быть врачом подреставрированы. Которые, да, которые это все сделал. Ведь задача стоит, опять же, создать такую вот иллюзию, чтобы это было, с моей точки зрения, правильнее, чтобы это не выделялось как искусственное. Вот это, наверное, высшее мастерство, когда естество, оно больше. То есть, все прекрасно, но ты понимаешь, что это свое. Хотя это на самом деле может быть и не свое. Вы знаете, иногда вот есть пациенты, крайне... Это уже искусство. Они хотят, например, белоснежную улыбку. Вот иногда мы шутим и говорим, цвет белый такой, совершенно белый. Это как унитаз. Это сразу бросается, вот мы говорим, голливудская улыбка. С моей точки зрения, это ужас. Вот может быть, для киноактеров, звезд, экрана, потому что на экране и в жизни по-разному... То, что неестественно, всегда бросается в глаза, да? Да, вы абсолютно правы. Все, что естественно, оно как раз... Это и есть эталон, может быть, красоты, потому что... Или формула красоты. Поэтому здесь задача врача... Ну, это разные специалисты, которые создают эстетику. Иногда это совмещается, иногда это узкая направленность у того или иного специалиста. Хорошо. Вот мы говорили с вами о боли, да, и о которой нужно избавиться и не бояться. Так вот, что такое болезнь зуба? То, что создает эту боль? Вот что разрушается? Эмаль, вот этот дентин. Вот проясните, что такое? Почему болит зуб? И причина возникновения этой боли? Болезнь может начинаться, когда нарушается целостность. А мы только что сказали, что зуб состоит из твёрдых тканей. И первое – это эмаль. Да, она, какая бы она ни была твёрдая, она подвержена разрушению. Это может быть и механическая какая-либо травма, это может быть и инфекционный процесс, который в данном случае трактуется как кариес. Это то, что разрушается сначала эмаль, потом разрушается дентин. Дальше, таким образом, здесь доминирует инфекционный фактор, то есть микроорганизмы, которых достаточно в полости рта. Да, все, к сожалению, все думают ошибочно, что это, конечно, очень плохо. Но это естественно. Это естественно, что они там по карту. Да, но вот неестественно, когда они уже попадают туда, где они не должны были быть. Там начинается порочный круг, когда открываются, как мы говорим, входные ворота, которые… Ну, это как вот крепость, да, вот мой дом, моя крепость, а вот кариес – это брешь в крепости. Вот, соответственно, тогда вот эти вот вражеские агенты, микроорганизмы, которые… Эту крепость? Карисогенные, да, так сказать, микроорганизмы, которые попадают. В зависимости от того, как вот образ жизни пациента тоже влияет, его сопутствующий… Генетика? Генетика в том числе, но образ жизни доминирующий, потому что с помощью профилактики можно снизить заболевание, и кариеса процентов на 40. А вот мы сейчас к этому вопросу вернемся. Расскажите. Проэкзаменую наших зрителей, в том числе и вас, как в принципе. Вот все начинается с профилактики. Ведь действительно, это звучит банально, но препятствовать развитию любого заболевания гораздо проще и эффективнее, чем бороться с самим заболеванием. Конечно, можно профилактика. Конечно. И таким образом, мы скажем, это как бы нисходящий путь инфекции, когда вот разрушается твердая ткань, и дальше вот поступательно попадает вот в пульп, о которой мы с вами говорили, и тогда уже возникает пульпит. То есть, ит – это вот тоже терминный элемент греческий, который всегда означает наличие воспаления. Ну, мы в быту… вот аппендицит – это что, воспаление аппендикса, да? Вот ит – это как раз… Поэтому пульпит – это пульпа, это пульпа, ит – это значит воспаление. Ну, а дальше, если вот уже ткани, которые окружают, это периодонтит. То есть, периодонт – это как раз периодонт. Соответственно, воспаление спускается дальше. Это как бы один путь. Но инфекция может попасть и через карманы, которые образуются, то есть парадонт, который – это ткань, окружающие зубы. То есть, окружающие зубы, совершенно верно, да. Бывает зуб абсолютно идеальный, без даже вот намёков на кариес, но тем не менее возникают условия, когда этот зуб нужно будет удалять в связи, или, так сказать, проводить какие-то другие лечения. Удаление – это самая уже как бы финальная часть, она не самая лучшая, но иногда на сегодняшний момент это является необходимостью, как один из элементов лечения, конечно. Вот так шутим обычно, что вот это самое эффективное у всех врачей – это, значит, хирурги, потому что вот нет зуба и нет проблемы, да. Остаётся только другая проблема, как потом восстановить, да, вот поэтому… Это уже ваша задача. Это уже тоже наша задача. Так вот, к профилактике, вот когда сталкиваешься с тем, как всё-таки обезопасить пациента, первое, что нужно задать самому пациенту вопрос, а как часто вы чистите зубы, как вы за ними ухаживаете? Выясняется, что… Как правило, это ошибки, и всё делают правильно. Вот, делают сами всё как вот. Ну, то, что два раза, я так понимаю, уже все средства массовой информации, в том числе и телевидение, и научно-просветительские журналы, они об этом говорят, поэтому все как-то усвоили, что два раза. А вот очень важно, когда до еды или после еды, например, или вот второй раз вечером, когда, идеально это прямо непосредственно перед сном. А некоторые, ну, перед сном как, вечером почистил, а потом опять там конфетку перекусил чем-то, так сказать, или там каким-нибудь, я не знаю, ещё там зефирчиком, пастилой и так далее. Ну, вроде как бы почистил два раза, а на самом деле, вот это как раз самое, такая вот тягучие всякие вот нуга или какие-то карамели, особенно если днём перекусил на ходу, вот, и всё это остаётся. Здесь очень важно и в промежутках после приёма пищи их убирать. Вот самый банальный пример недавно сталкивался. Вот скажите, а вот вы когда чистите, вы алгоритм какой, щёточку сначала моете под водой, а потом выдавливаете эту пасту или на сухую? Сначала мою щётку. Я делаю так. Наверное, неправильно. Да, совершенно верно. Сразу сдаюсь. Да, неправильно, потому что щётку нужно мыть, ну, после обязательно, и дальше её ставить в закачек, чтобы она, да, а зачем её домыть, если вы её уже мыли? Ну, мне кажется, что на ней какие-то микробы. Ну, микробы в полости рта, поверьте, гораздо больше, чем там, да, если вы её правильно помыли на сухую, потому что тогда механически она лучше работает, и вот вспенивание той пасты, которая, оно идёт более естественным путём, чем если вы её смачиваете. Ну, если здесь, конечно, могут быть нюансы, но вот что вы делаете с пастой потом? Вот вы почистили и дальше сплюнули, а дальше что обычно делают? Выполаскивают. Выполаскивают, да. Так, а мы забываем о том, что паста, она не просто ведь лечебно-профилактическая, она создаёт определённые условия ПАЖ, она создаёт условия и свежести, и компоненты. Поэтому, когда мы выполаскиваем, мы практически всё обратно. Всего освобождаем, всё, то есть ничего не получаем. Да, и вот во многих учебных пособиях или научных даже в том числе указывают на этот момент, посвящённый вот даже этой практике, что не рекомендуется, ну, слово запретить мы не можем, но не рекомендуется. Ну да, врач всегда рекомендует. Поэтому рекомендовать мы можем, но в любом случае на этом нужно задумываться. Опять же, сколько минут это занимает? Когда спрашиваешь, одна-две минуты. А на самом деле, если это делать правильно, должно заниматься 4-5 минут. Вот вам, пожалуйста. Целая наука. Это она и есть, целая наука, в том-то и дело. А так подошёл, если только для галочки, то, соответственно, потом говорят, ой, у мамы были плохие зубы, у папы были плохие зубы. Это, само собой, это факторы, которые только усугубляют, потому что, действительно, вот, когда мы говорим о том, что, вот, вроде всё соблюдаю, но всё равно, там, вот, кариес и так далее. Да, действительно, это могли быть уже другие заложенные проблемы. Мама во время временности болела или принимала какие-то таблетки, которые так-то повлияли. Всё это может отразиться на зубике. Это не может, оно точно отражается. Не может, точно отражается. Более того, мы знаем, что смены перекус у людей сначала временные появляются, вот, потом уже они... Да, доктор, кстати, об этом лучше поговорить отдельно, потому что нам, действительно, природой даны два комплекта. Ну, к сожалению, два. К сожалению, лучше бы ещё. Акулы, да. Ну, тогда, правда, не было такой специальности из соматологии. Только, может, была бы наука, а врачей, наверное, не было бы. Два комплекта, да. Два комплекта – это молочные наши, как бы, деды. Ну, их раньше называли молочные, но на самом деле это временные, да. Правильно говорить, временные. И постоянные. И постоянные. То есть временные мы теряем уже в возрасте 50-60 лет, да? Нет, ну, в 5-6 мы не совсем, да. Ну, примерно, да. Ну, условно, вокруг этой даты. У всех индивидуально, конечно. И уже постоянный комплект. Вот сколько у нас зубов? Правильно ли говорить, что в норме от 28 до 32? И почему именно такое количество? Ну, почему такое? Это, наверное, вопрос небесной канцелярии. Их действительно должно быть 16 в идеале. На нижней челюсти, 16, да. Ну, последние, как их называют, восьмые зубы. Вот иногда их называют, опять же, в быту зубами мудрости, хотя в мудрости никакого отношения они не имеют. Ну, может быть, потому что они появляются. Они появляются, да. Их так стали называть, что они в связи с их появлением... Более поздним. ...в годе-позднем. А могут и вообще не появиться тогда. Говорят, глупость со дня рождения, а мудрость годами. А у Жуанецкого есть такая старость, когда приходит, а мудрость так и не пришла. А вот откуда. Это и стоматология. А мудрость так и не пришла, да. Бывает по-разному. Это пословица. Поэтому каждого, у кого 30... Ну, если мы говорим в идеале, вот, да, там действительно, это может быть 28 или 30 или 32. Знаменитый фильм, вы помните? «33», который снимал Данелли. Да. Вот. Гениальный фильм. Это, конечно, фильм-пародия, ироника. Как вот из мухи делают слона, и наоборот, там, его марсианинам уже, там, вот, причислили этого героя. Бывают и сверхкомплектные, вот я к нему веду. Бывают и 33, и даже 34, и даже 35. Но это всё плохо, потому что мест не хватает. Вот. И, соответственно, тогда зубы начинают располагаться там, где... Там, где есть какие-то свободные пространства, в совсем неестественных местах, то есть уже и лунок нет. И в этой связи, поэтому, если есть зачатки, то они, из которых формируется сам звук, то они обязательно должны будут сформироваться и прорезаться. Вот, а когда они оказываются в неестественном положении, возникает некое обстоятельство, мы их называем ретенцией. Да, ретенция. И вот ретенция, это как бы затяжка. Когда он сформировался, но не вышел. Да, но иногда сформировался, но не до конца и не вышел. Иногда сформировался до конца, но то, опять же, не вышел. Или наполовину. Поэтому тут очень много нюансов в этой связи, я сказал, что это огромный раздел, он так и называется, болезни, прорезывание зубов. Вот у нас изучают студенты, вот вы несколько раз называли кафедру, той, которая заведует хирургии полости рта. Но она, это название кафедры, а предмет, который мы изучаем сам, это хирургическая стоматология. Есть даже учебники, вот, и ваш покорный слуга, в том числе, один автор первого учебника в нашей стране по хирургии полости рта. Обязательно это озвучьте. Это предмет для гордости. Вот мы, наш коллектив, кафедральный в том числе, мы вот решили, что поскольку есть такая дисциплина, то и должен быть учебник. Должен быть и учебник, понятно. Есть разговор о зубике, как вот о создании природы, как о особом, таком красивом скульптурном явлении. Мне как обывателю, а вы как специалист, это все-таки подтвердили, что это очень красивый орган. Да, красиво. Я более того сказал, их много, этих органов. Вот поэтому, когда иногда вот спрашивают, почему стали стоматологами, ну, говорят, ну, как же, почему? Потому что много красоты. Нет, нет. Вот не страшно вот лечить пациентов, потому что сердце, оно одно, легких их два. А тут, да, да. Можно разумеяться. Право на ошибку, да. Есть столько. Попыток много, да. Это действительно шутка, поэтому. А есть же, еще они отличаются по форме очень важных, строения, расположения. Мы знаем резцы, да. Ну, так, все как у млекопитающих. Вот мы, это вершина совершенно верно, имеется в виду, есть у каждого, у группы зубов. Есть резцы, есть и клыки, есть и премоляры, и маляры. Захватить, разрезать и переживать. И переживать. Сама наука, она очень интересная. Интересная. Более того, ее интересно изучать, ее интересно преподавать. Вот я поэтому себя считаю счастливым человеком, потому что мечты сбываются. Вот оно на самом деле не важно, какой именно орган ты лечишь. В данном случае для меня важно. Ключевое – это врач. Да, это врач. А уже второе – офтальмолог или кардиолог или стоматолог. Именно такое подходит. Ключевое – и доминируешь врач. А еще меня бесит, когда говорят, хороший врач или плохой врач. Понимаете, вот в моем понимании врач не может быть плохим. Это вот, опять же, вспоминается Булгаков про оситрину. Помните, она только одной свежести. Первый. И больше никакой. Вот точно так же врач. Если мы говорим врач, то если он плохой, он уже не врач. Вот это ключевое. Это очень понятно. И это, к сожалению, на сегодняшний момент многие из пациентов не осознают. Ведь вот это повсеместное распределение маленьких кабинетиков частных, неважно. Это могут быть и массажисты, акупунктурщики, пастурологи, стоматологи и так далее. Пациенты идут, к сожалению, изучая прайс, где дешевле. А на самом деле нужно идти там, где действительно врачи, а не ремесленники или шарлатаны. Вот это в моем понимании очень важно доносить из разных… Ну, дойти до хорошего врача, методом только проб и ошибок. Вот вы опять вот хорошего, да, врача. А хорошего, значит, если то это врач, а если это… Значит, мы зашли в другой кабинет, понятно. Значит, мы зашли не к врачу. Значит, не к врачу. Вы не к врачу, да. Это действительно… Хорошо. Вы уже поговорили о частностях, об определениях. Давайте тогда перейдем к вашему специальности, которой вы всегда как бы адресуетесь. Это вот хирургия полости рта. Расскажите об этой кафедре. С большим удовольствием я расскажу. Дело в том, что вот через три года в нашей кафедре будет 70 лет. Она была организована в 1900… Как-то далеко в 1955 году. Был такой профессор, Георгий Андреевич Васильев. Это ученик нашего Александра Ивановича Евдокимова, о котором мы говорили, именем которого… Именем, который носит наш университет. …наше университет. Вот, и когда не почувствовали, что есть необходимость создания еще одной кафедры хирургической, потому что сам Александр Иванович Евдокимов тоже заведовал хирургической кафедрой. И вот той, которую заведовал он, стала называться госпитальной хирургической стоматологией. А той, которую вот вновь организовали в 1955 году, и которой возглавил первый заведующий Георгий Андреевич Васильев, она стала тогда именоваться пропедевтикой хирургической стоматологией. Вот. Все всегда удивляются, что такое пропедевтика. Ну, впервые вот это слово пропедевтика я вычитал у Канта в «Критике чистого разума». Там есть понятие пропедевтика. Ну, будем говорить в упрощенном варианте, это введение в специальность. Я как кандидат философских наук понимаю, о чем вы говорите. Вот. Ну, там много интересного. Ну, о Канте можно вообще говорить бесконечно. Один из моих любимых философов. Я, на самом деле, очень горд, что я когда-то поставил себе цель прочитать «Критику чистого разума» от начала и до конца. И, правда, не в оригинале, конечно, к сожалению, но на русском языке, даже с пометками какими-то, которые мне особо понравились, с тем, чтобы, если возникнет необходимость, перечитать или так сказать сделать. Так вот, пропедевтика – это введение в специальность. Так вот она была пропедевтика. По такому принципу строились в университетах все кафедры, вот, когда по Пирогову они потом стали факультетскими кафедрами и госпитальными. Факультетские они базировались в университете, а госпитальные – при клиниках. Да. Вот, соответственно, вот отсюда потом такое подраздение. Так возникла кафедра. Да, она выполняла свою задачу, но менялись образовательные программы, менялись цели и задачи, к которым мы готовились. Поэтому, выпуская какие-то детали из таких вот значимых, это кафедра стала именоваться кафедрой, как я уже говорил, факультетской хирургической стоматологии. И потом к ней добавили еще факультетской хирургии и имплантологии. Вот это, значит, соответственно, было подчеркнуто, что здесь есть еще и тот раздел, который касается, ну, имеется в виду, дентальной имплантологии. Потому что имплантология, она в разных сферах. Да, конечно. Применяется почему-то. Все думают, что это только вот к зубам относится. Но имплаза – это совершенно верно. Но она через какое-то время, в связи с образовательными стандартами, стандарт 3+, сейчас у нас стандарт 3, 2+, плюс-плюс, да. И там был выделен такой модуль образовательный, как именно хирургия полости рта. Соответственно, было принято решение, что мы вот эту кафедру назовем хирургией полости рта. То есть не просто стоматолог, не просто как бы зубной врач, а вы хирург-стоматолог, да? То есть прикрепляется вот эта дополнительная, расширяется специальность, правильно? Ну, хирург-стоматолог становится… Или это автоматически? Нет, 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 хирург-стоматолог. Это мы обучаем студентов именно тем разделам, которые обязаны донести. В период обучения они изучают и ортопедическую стоматологию, и ортодонтию, и детскую, и так далее. Это целый большой… Я имею в виду, что не каждый стоматолог – хирург. Конечно, для того, чтобы стать специалистом, как мы говорим, высокого уровня узкого профиля, для этого после окончания все врачи, и не только стоматологи, это и лечебного профиля, они заканчивают ординатуру. И уже вот, когда они поступают для того, чтобы стать именно либо хирургом-стоматологом, либо ортодонтом… То есть это уже высший пилотаж хирург, когда добавляются, правильно? Это то, это как раз уже мы перешли плавно, то вы только представили как заведующего кафедра, я являюсь деканом факультета подготовки. И это как бы сейчас определяющим, то есть это основное… Логически мы вышли, видите, как выстроили вашу судьбу интуитивно. Это подготовка кадров высшей квалификации, в данном случае медицинских кадров высшей квалификации. Туда отнесена ординатура, то, о чем мы сейчас говорим, когда… В данном случае она в большинстве случаев двухгодичная, хотя вот, например, по сердечно-сосудистой хирургии сейчас вот образовательный стандарт предполагает три года обучения. Вот, это прямо самые-самые вот свежие новости по этому поводу. Вот, а так обычно она укладывается в два года. Ну, и аспиранты туда тоже относятся, это самый высший пилотаж, это люди как раз, которые должны заниматься не врачеванием, а наукой, потому что поступление в аспирантуру, ну, аспирантура у физика или аспиранту-медика, она, собственно, ничем не отличается… Подразумевает теорию, конечно. Подразумевает конечный продукт, это защита диссертации. Другое дело, по какой специальности научной, это понятно. Вот, и поэтому врачи будут, естественно, использовать для своих, как объекты исследования пациентов, и не всегда это могут быть пациенты, это, может быть, лабораторные исследования, биохимические, патфизиологические и так далее, и так далее. Ну, соответственно, ключевое – это поступить, выбрать какую-то задачу, научную задачу, в процессе обучения её решить, оформить в виде диссертационной работы, но перед этим нужно кропотливо, так сказать, набирать материал, публиковать этот материал в научных журналах и так далее. Но апофеозом любого аспиранта, в идеале, это, конечно, защита диссертационной работы, кандидата наук. А там он будет кандидат медицинских наук или технических, это уже, соответственно, тому профилю на том диссовете, который будет. Понятно. Так что вот так. А как вот заинтересовать людей, которые склонны к медицине, к врачеванию, вот чтобы они как бы в стоматологию вошли, чтобы объяснить эту науку, как вот войти в этот раздел медицины? Не могу сказать. Я думаю, что... В чём интерес? Не могу сказать, как заинтересовать так, чтобы это, вот, что называется, шло от сердца. Как это можно донести? Конечно, это просветительская работа, когда вот можно в школах, можно организовать встречи. Мы в университете проводим такие занятия со старшеклассниками, мы организуем у себя в университете такие субботние вечера, где мы рассказываем о профессии врача. И рассказываем там о разных профессиях врача. И о той, и о другой, и о третьей, и так далее, десятые. Но на тот момент, поскольку это всё-таки школьники, мы как бы вот просто показываем крупными мазками, что есть факультет лечебного профиля. Рассказываем, где они располагаются, какие там специалисты, какие крупные учёные, опять же, через учёных. Понимаете, что это... Вот, также стоматологический факультет у нас, ведь много крупных учёных. У нас лучшие стоматологи в стране, они же все учёные. Ну, даже взять наш ректор нашего университета, Олег Олег Ильич Янушевич, он академик Академии наук, уж куда было выше, да? Он же главный стоматолог Российской Федерации, как внештатный стоматолог. Поэтому, когда ты начинаешь рассказывать, ну, о человеке, который так же прошёл путь от студента, который поступил, там, был студентом, ординатором и так далее, путь до ректора университета и до академика, понимаете, это, конечно же, завораживает детей. Ты понимаешь, что он, каждый из этих вот детишек понимает, что и он может так. Почему вы, почему? Это вот, и таких у нас примеров очень много. И у нас выдающиеся светилы в нашем университете работали. Кстати, многие об этом не знают, но вот из самых, опять же, известных, офтальмологов, это Вячеслав Фёдоров, академик, тоже был сотрудником, он был и директором института, который он стал, но он был заведующим кафедры глазных болезней в нашем университете. Об этом как-то забывается. Или Шумаков Валерий Иванович, великий трансплантолог. Это уж действительно талант от Бога, человек, который в целом изменил жизнь. Многих людей недавно вспоминали его и в рамках какой-то знаменательной даты памяти его показывали людей, которым он делал первые пересадки сердца. Эти люди до сих пор живы. И, конечно, когда ты это рассказываешь школьникам, то вот здесь это уровень 9 класс, 10, 11, для того, чтобы их определить. А Ваши профессии хирургии полости рта? Вот то, что быть хирургом, это определенный пласт, это ординатура, это высший пилотаж. Сколько учатся по времени Ваши студенты? Сколько нужно пройти этапов и потратить своего времени, изучению, науки, практики, чтобы стать специалистом высокого класса? Сколько учатся стоматологи? Пять лет плюс два года в ординатуру. Это семь лет, чтобы стать специалистом. Ну, это чтобы получить диплом, а вот стать, как Вы сказали, это, наверное, вся жизнь понадобится. Это нужно. Это как раз одна из особенностей науки, которую мы называем врачевание, это когда ты учишься всю жизнь. Действительно, для врача это обязательно. Каждый раз новые знания, непрерывное медицинское образование через всю жизнь. Поэтому, если ты остановился, вот, non-progredi est regredi. Значит, если ты не прогрессируешь, значит, ты регрессируешь. Регрессируешь. Так говорили, да. И тогда это врач. А вот остальное называется плохой врач. Ну, я слово вот... Плохой не особо не имею. Да, просто плохой. Тогда это просто врач. Просто плохой. И врач, и просто плохой. Поэтому нужно обязательно вот в течение... И для этого и существуют этапы, которые через пять лет требуют подтверждения своих квалификаций, своих умений и сертификатов. Вот подтверждение того, что ты продолжаешь являться специалистом. Если ты, не дабы, пропустил эту часть, тебе нужно снова возвращаться в исходную точку и доказывать это. Вот это переподготовку пройти. А что входит в хирургии полости рта? Это вот и есть имплантация, да? То есть это операция по созданию имплантов зуба? Ну, в том числе, да. Расскажите хотя бы чуть-чуть. Ну, на самом деле, это не имплантация как раз зуба, а все заболевания, требующие хирургического лечения. Вот так. В том числе... В том числе это и болезнь слюных желез, это в том числе и специфические заболевания, как там актиномикоз, например, который, конечно же, если он находится в чельцевой области. Вот это болезни зубов все, воспалительные заболевания, абсцессы, фликмоны, лимфодейниты. Поэтому если человек что-то беспокоит, надо разобраться, что именно. Поэтому врачи обычно говорят, нужно лечить не болезнь, а больного. Если пациент пришел к врачу, значит, что-то его привело, значит, его беспокоит. Это может быть. Степень боли тоже бывает разная. У кого-то маленький укол иголочкой уже вызывает шоковое состояние. Но боль нельзя придумать. Боль нельзя придумать. Боль придумать нельзя, но отношение к ней бывает разное. Картина бывает одна, а вот факторов бывает много. В этой связи мы как раз опять возвращаемся к вопросу профилактики. Также, когда ничего не беспокоит, нужно раз в полгода или раз в год, для себя уже, так сказать, пациент определяет в зависимости от его возраста, сопутствующих соматических заболеваний, но не реже раз в год, даже когда ничего не беспокоит обращаться к врачу, с тем, чтобы профилактически осмотреть, есть ли какие-то проблемы. А если обращаться только тогда, когда что-то болит, ну, это, конечно, тоже путь. Но это уже безысходность. То есть это человек терпит, и когда он понимает, что всё, конец, терпеть не могу, пришёл, но тогда уже всё хуже получается. И лечить сложно, и тогда уже прибегать к хирургу. Я поняла. Профилактика – главное. Ну, а хирургия, в любом случае, если к упрощению, то всё равно то, что требует внедрения, истечения, отрезания. Но это всё-всё-всё-всё-всё, кроме имплантации. Потому что в данном случае апофеозом имплантации – это как раз внедрение, то, чего уже отсутствует. Ну, например, в данном случае имплантат – это та часть искусственная. То есть мы восстанавливаем утраченный зуб. То есть это не зуб восстанавливаем, да? Потому что были и такие раньше операции. Замечаем утраченный корень зуба. Ну, в данном случае сначала та часть, которая погружается, это, конечно, имитация корня, но в целом дальше ведь это и коронка, коронковая часть. Ну да, это основа для коронки. В Древней Египте уже имели возможность устанавливать золотые пластины и планировать. То есть если мы говорим о том периоде. Более того, вот такой был приват-доцент Николай Николаевич Знаменский. Который практиковал, для него был первый доцентур в институте Калифасовского. Кстати, он ввел понятие имплантат. Когда мы говорим, что это пришло из-за рубежа, это глубокое заблуждение. Это вот тоже, на самом деле, если мы говорим о этом периоде. Он проводил исследования на лабораторных животных, в том числе на собаках, где вот сам вытачивал то, что мы сейчас называем имплантатом, который погружал. Они были из гутаперчи, из стекла и так далее. Ну, дальше наша сторона пошла по пути революционного направления. Вот школа была разрушена, утрачила. И уже вот в дальнейшем шведский ученый, вот Бронемарк, который заложил основы теоретические, потом своими работами доказал возможность проведения. Вы знаете, что первая имплантация, ну, успешная там, она единичная, в 1958 году. Первый спутник даже раньше запустили. Насколько это сложно? Насколько это сложно? То есть, вот я всегда прошу, то есть, первый спутник Земли был раньше запущен, чем была проведена успешная операция дентальной имплантации. И мы называли это феноменом стогенеграции. До сих пор феноменом стогенеграции. Такая, знаете, магическая составляющая. Нет, там всё сейчас с точки зрения науки, естественно, объяснимо. Естественно. Но, тем не менее, осталось такое вот словосочетание, как феномен стогенеграции. Что оно может наступить, а может нет. Действительно, есть тут факторы. Можно сделать всё идеально, но бывают и такие моменты. Но кушать надо, жевать пищу надо. Поэтому зубик восстановить, если нет, утрачен, тоже нужно. Нужно. Иногда даже не зубик, а, как вы говорите, а много зубиков восстанавливать. Тогда вот в связи с этим такая тоже интересная игра слов. По-моему, она как раз к вам относится хорошо. То есть, вылечить нельзя, сохранить. Вот где через эти три слова поставить запятую? То есть, вылечить нельзя, сохранить или удалить. Анастасия, в разные периоды развития медицинской науки даже самые прогрессивные методы с точки зрения сегодняшнего дня могут казаться варварскими. Вот простой пример. Лечение огнестрельных ран в 16-17 веке. Помимо излечения пули, заливали кротоновым, кипящим кротоновым маслом. Если это сейчас проделать, просто человек умрет от болевого шока. Но тогда это считалось самым прогрессивным методом. Поэтому, конечно же, наши потомки, которые будут читать учебники, которые писали сейчас, ну, в этом веке или в прошлом веке, где написано, что вот что-то там заболело в зубе, его взяли и удалили. Ещё и как удаляли. Варварский метод, понимаете? Конечно. Как удаляли зубы? Но на сегодняшний... Первое удаление зубов. В целом, ну, много разных приспособлений. Ну, например, если про Россию говорить, то впервые завезли моё... Это вот к концу 18 века. Ну да, это, наверное, Пётр I, да? Это стоматологическая наша наука, когда встала на ноги. 18 века взяли. Ну, я думаю, что, наверное, всё-таки не наука, но, тем не менее, некий прогресс. Прогресс. Хотя ещё бабушка Ивана Грозного, Софья Палеолока, она тогда ещё... Кстати, в некоторых источниках её почему-то иногда Зоя называют. При ней была вот миссия приглашать иностранных лекарей. Кстати, потом это продолжил и внук, Иван Грозный, Иван IV. Аптекарский, знаменитый аптекарский указ, в котором прописывалась возможность приглашения этого лекаря. При Петре I, действительно, но все же пошучивают, что он был первым стоматологом. На самом деле, вы же понимаете, что это шутка. Да, действительно, он удалял зубы. Более того, вот самое важное, наверное, при нём, в период, вернее, правления Петра был построен некий такой был мастер Потапов, который построил завод по производству инструментария, которым можно было... Да, ты будешь сам называть важные технологии и инструменты. Они были в основном щипцы, сначала английские мастера, французские мастера. Это были инструменты, которые напоминали клюв птицы. Кстати, они сейчас некоторые называются клювовидными, так и называются. Для нижней части зубов, которые... И кривые, которые были, вот они сейчас, правда, называются не кривыми, конечно, хотя S-образный изгиб, к примеру, да. Поэтому вот в Кунсткамере находится, вы знаете, в Санкт-Петербурге, где там количество зубов некоторое, где вот приписывают, что их там Пётр I. Но не все зубы, видимо, легко удавались, потому что подвижные зубы, вероятно, вот этими вот... Они больше напоминают кусачки Петру, потому что вы понимаете, это без обезболивания, он действительно был огромного роста, высокий, мощный. Там же рычаг всего лишь навсего, да, вопрос. Но в некоторых случаях мы же не знаем, какая была причина боли, и когда Пётр пытался удалить, он мог удалить только кранковую часть, и корни оставались, скорее всего, так и было. Вот видите, всё, что связано с стоматологией, да, вот с зубоврачеванием тогда ещё, это всегда какая-то вот трагедия, какие-то страшные истории, которые просто содрогаешься, даже слушая их. Может быть, это поэтому страх такой? Да, но мы же говорим, что это как раз в прошлом, я с этого начал, что совершенно поступательно, ведь мы шли к тому, чтобы вот эти стереотипы разрушить, о том, что приходит, это самое главное, наверное. Дальнейшее развитие науки придёт к тому, что мы научимся не только безболезненно лечить, но и восстанавливать ещё вот более эффективно, чем просто замещать какими-то, так сказать, имплантатами. А вот самая вот голубая мечта – это вот суметь вырастить зуб, да, или создать такие условия. Это ваша мечта, да, как вот учёного? Ну, как учёного, да, почему бы нет. Например, грызуные, вот бобры, к примеру, у них в течение всей жизни растут зубы, то есть клетки, да, хотя… А почему они грызут? Они же стирают именно таким образом, если бы вот проводились исследования, ну, чисто теоретически, если бобры бы не грызли вот древесину и не стирали, естественно, они могли бы до 20 метров вырасти. Представляете, какой потенциал заложен? Ну, а это заложен потенциал природы, значит, мы сможем, если узнаем эти загадки природы, раздетерминировать этот механизм, вот, для того, чтобы и у людей могли такие. И тогда, видимо, стоматологи будут заниматься не тем, чтобы удалять или сверлить, а тем, чтобы раскрывать эти возможности, вот, это красиво, представляете, там, вот, много яркого света, белого, там, все лечебные кабинеты очень похожи на какие-то, вот, как из фильма «Солярис», там, какие-то кабинеты космические. Вот вы пришли туда, вот, вас там все встречают, улыбаются, как бы, да, вы сейчас там какая-то музыка космическая пришел, без зубов ушел. Это стоматолог будущего, да? Ну, мне хотелось бы, да. Чтобы вы давали нам возможность улыбаться, а мы эту улыбку бы носили, как, наверное, счастье, собственно, к чему предназначение человека быть счастливым и стараться улыбаться. Стараться улыбаться. Хорошо. Что бы вы пожелали нашим зрителям, ну, или советы о профилактике мы поговорили, ну, все-таки еще более что-то. Первое – это быть здоровыми. Это самое главное. Вот обычно на этом можно поставить точку – здоровыми, здоровыми, еще раз здоровыми. А про улыбку был среди нас такой известный писатель-драматург Григорий Горин. Вот он в своем персонаже, который гениально сыграл Олег Янковский, я имею в виду барон Мюнхгауз, сказал «Улыбайтесь, господа». Да, улыбайтесь. Да, ведь серьезное лицо – это не признак ума. Не признак глупости на Земле. Глупости на Земле совершались именно с этим выражением лица. Вот поэтому, помимо того, чтобы быть здоровыми, я трижды желаю быть здоровыми. Спасибо большое. Спасибо вам. Мы и доктору тоже желаем здоровья, потому что вам нужно иметь его вдвойне, потому что вы должны еще и отдавать. То есть быть сильнее рукодающим. К сожалению, врачи самые, наверное, люди, которые нуждаются в здоровье. Вот наше заблуждение, когда мы еще школьники, мы как считаем, что раз учитель, преподаватель, значит, самый умный. Следующее заблуждение – это когда врачи самые здоровые. Вот это, к сожалению, да. Вы понимаете, это относится ко всем моим коллегам, потому что, еще раз скажу, это символ самоотречения, самопожертвования. И вот история с ковидом, она лишний раз доказала, говорят, нет, худо без добра. Добро только в том, что отношение к врачам снова стало возвращаться то, которое они заслуживают. Потому что во всяких разных, будем говорить, нехороших издательствах или в СМИ часто обсуждали именно негативную сторону с врачами. Хотя, еще раз подчеркну, они точно не врачи. И это как-то тоже давало какой-то негатив, и пациенты целиком, целиком экстраполируют ко всем. А сейчас вот история, которая показала, что все-таки нас больше, и мы действительно очень любим наших пациентов. В прямом смысле любим, потому что… Я согласна, да, изменился отношение к врачам, к этому трубу. Вернули, стали возвращаться. Все они понимают, когда человек… Вы очень нужны. Мы очень нужны. Спасибо вам огромное. И ваша программа, она тоже носит вот… Название ключевое, да? Быть врачом – привилегия. Привилегия. Помогать и спасать. Это привилегия. Прекрасное название. Спасибо вам огромное, что вы также несете вот эту просветительскую миссию. и помогаете людям все-таки понять, что врач – это действительно звучит гордо. Перефразируем Горького, да? Спасибо вам. Вам спасибо огромное. Спасибо. 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 Продолжение следует...